Участок ЗСД в Приморском районе построили с нарушением правил. В этом уверены жители одного из домов по Елагинскому проспекту. Здание расположено в 43 метрах от западного скоростного диаметра. Такое близкое соседство к автомагистрали жителей категорически не устраивает, и они требуют, чтобы их переселили в другие дома. 43 метра это недопустимая близость застройки такого западного скоростного диаметра, такого большого монстра, вблизи жилого дома. Дорога такого класса и такой категории должна строиться не менее как 100 метров от жилого дома. Наши права, мы считаем, нарушены. Нарушено законодательство, нарушено градостроительство. По словам жителей, администрация на их жалобы не реагирует. Это вынудило подать на чиновников в суд. Сегодня прошло первое судебное заседание по иску. Суд принял все представленные ходатайства от потерпевшей страны. Уже в период строительства у многих жителей данного дома возникли серьезные заболевания. Болеют дети, у людей начались аллергические реакции, как на пыль, так и на шум, вибрации. Это с учетом того, что сейчас пока западный скоростной диаметр работает еще не в полную мощь. О просчетах строителей говорят и многие эксперты. По их мнению, на участке ЗСД в Приморском районе изначально не продумали механизм звукоизоляции автомагистрали. В первую очередь, все эти недостатки ощутили жители многоэтажек. Единственный способ в таких вот случаях, когда это действительно необходимо так близко провести трассу возле жилого района, необходимо замыкать этот экран сверху, то есть строить тоннель. Не обязательно он должен быть подземным, он может быть на эстакаде, но это должен быть тоннель, замкнутый сверху. Чиновники сначала пообещали жителям, что участок ЗСД построят в 69 метрах от здания, но впоследствии автомагистрали оказалось в 43 метрах. При этом по правилам строить скоростные автомагистрали можно не ближе 100 метров от жилых домов. Продолжение следует...